приветствую ребят ну что продал я газон не избавился а продал продал потому что он не нужен я уже думал вертел как-то водители не посадишь то что он старенький надо как-то смотреть водителем зачастую но все равно и будут какие-то поломки потому что ну не досмотрели если водители садить то я пришел к ним мнению что только новую машину чтобы была надежда на водителя что он досмотрит и на саму машину что она первое время будет это так что пока планы не меняется пока шаги постепенно делается так что по поводу новой машины мы еще думаем и решаем вот а это старый я продал потому что бэушный газон потому что сам ездить тоже не могу водителя не могу посадить тоже в итоге ну как бы стоял лишний он отработал свое для меня в конце подведем итоги так что так вот продал газон и отправил человека и записал некие кадры хотел больше как-то записать но честно я приехал с рейса кто смотрел предыдущий ролик приехал с рейса уставший он тоже прилетел и короче как-то так и все надо было быстро сделать то что мы стрелить встретились только начало восьмого вечера ну и и так далее и то подобное то есть такие дела ладно смотрите вот эти кадры которые получилось снять ну я еще попутно буду кое-что комментировать так подъезжая я уже к дому на большой машине мне еще 30 минут там 29 кто смотрел прошлой серии серии я еду с липецкой области сельца и ставлю быстро большую машину беру маленькую и еду встречать человека который приехал посмотреть даже думаю не то что посмотреть а уже забрать газон он эту машину видел правда все через мой канал все ролики пересмотрел она ему нравится поэтому он хочет ее забрать ну как я понимаю может быть и нет но он приехал с утра правда я ему говорил проезжай в обед то что я меня не будет он приехал с утра какие-то планы все строил потом я ему посоветовал чтобы он снял какой-то номер или что-то комнату и поспал потому что он хочет сейчас ночью ехать и вроде сейчас у него аренда 18.00 заканчивается сейчас 17.49 поэтому я сейчас пошел по подскаду время растет тоже пятница сегодня и пятничные пробки уже начались я не поехал по бесплатной там можно было через подольский сюда по бетонке там показывает еще на 50 минут что туда что туда дают дольше сейчас для 30 минут а там показывает час 20 в общем так вот короче ладно тут сейчас проскочим один участок кидаем быстро машину и садимся в маленькую и едем его забирать он где-то недалеко там я живу в троицке я живу возле троицке короче опять морозы ударили опять гололёдик дрова и дрова дорога правда это посыпано но у меня все замерзла 5 не замерзайка моя разбавленная потому что это это башки все опять замерзла все опять грязная на стекло ничего не брызгает тоже прихватила разбавленная то что я залил сюда 3 литра не замерзайки бачок полный но правда я ехал всю дорогу брызгал сейчас дома добавлю чтобы опять еще еще более 5 концентрация была и тут в трубках уже все равно она уже не чистого то уже может прихватывает ничего я думаю еще чуть-чуть по добавляю и пройдет и будет нормально то так невозможно есть так у нас 18 минут осталось сейчас будем звонить равилю где он там есть он сейчас через 7 минут уже по идее должен ну сейчас уже наверно ключи отдает или что ну типа до 18 ему надо выехать так я уже на колоску слетел звоним равилю ну 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 смотри я сейчас уже минут через 10 буду на месте сейчас ставлю большую то прогреть чуть маленькую и выезжая за тобой а так а где где то есть вообще где мне тирискать ну я так думаю что дом был этот а а как она микрою б 40 что ли Так, а ты сейчас куда направляешься? Да я хотел на петелочке его найти. Да потом заедем, купим продукты, чтобы не таскался с пакетом. Подожди, я районы там особо не знаю. Ты найди какую-то улицу и номер дома, где там есть. Чтобы сказал мне или напиши мне номер дома и улицу. Ага, ладно. Да, да, и это. Я сейчас, я не знаю сколько, мне сейчас еще пару минут осталось. Еще 10 минут ехать туда, пока поставлю, там тоже, пока машина прогреется. Это я с тобой минут через 30-40 только заскочу. Ага. Так что ты где-то найди место, чтобы не мерзнуть на улице. Да, я на улице не мерзну. Если чего, петелочка, знаете, пока есть. Ну понял, понял. Давай там посмотри даже в той же пятерочке, там тоже адрес есть. Ага, ладно, взял. Давай. 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 Так, я уже на маленькой. Двигатель прогрелся. А машина еще нет, еще прохладненько так. Ну сейчас наберет температуру. Равиль там где-то прячется по пятерочкам от мороза. Вот, едем его искать. Правда, сейчас пятница, сейчас пробки. И вот мне ехать 8 километров к нему и 25 минут, блин. Ну ладно, короче еще. Уже надо сделать, закончить. И он приехал, ну не то что приехал, приехал уже, потерпит. И я тут после рейса уставший потерплю. Но уже сделаем, чтоб и мне было хорошо, ему было хорошо. Ну и нормально, хорошо. Я просто не хочу никому ничего там как бы продавать, впихивать. Я хочу продать, чтобы человек был довольный по-своему. А я был довольный по-своему. Ладно, короче, едем, все нормально. Вот, короче, приехал человек. Как он вообще ехал, получается, и почему он приехал? Я снял первый ролик, ну когда пришло время, что я уже это, когда я покупал контейнеры вроде и так далее. Прикреплю ролик, кому интересно посмотрите. И он там вроде в этом ролике мне написал, что я как бы посмотрел все видео по газону. Ну, я там сказал, что я собираюсь продавать. И он говорит, я посмотрел все видео по газону. Он мне очень понравилось. Понравился, и я хочу его купить. Как с вами можно связаться? Ну, я там объяснил. И он связался, и дело дошло, что газон продан. Правда, он там что-то у него не получалось. Он еще думал. Первая машина его, он в грузоперевозке еще не занимался. Там на заводе работал и так далее. Работая я даже до сих пор. И думал, и с работы надо было отпроситься, и с деньгами это была проблема. Ну, поэтому дело было в начале ноября. Разговор. А сама сделка получилась уже 25-го, если не ошибаюсь, декабря. Вот. И что это было? Короче, получилось так, что я ехал с рейса, кто смотрел последний ролик. И сразу же поставил большую машину, сел на маленькую и поехал забрал его. Здорово. Да, аккуратно с рюкзаком, а то царапают эти торпеды. Что? Задолбался ждать? Нет. Если ты приехал, что-то раньше снимаешь, на память осталось, и ты посмотришь. И люди посмотрят. Там есть банк, сейчас я там обслуживаюсь. Так, смотри, ты что там набрал в этом рюкзаке? Да, я ничего не набрал, это вещи. Вещи. Так, а с инструмента с этого ничего ты не брал? Нет. Ну, ты как бы водитель опытный, ну, ездил, да, знаешь или нет? Ну, опыт у меня такой, на маршрутке, на таком символе, большом. На маршрутке, ладно, это тоже. Не, ну, что случится, тоже можешь там подкрутить, там, как бы, ну, ты понимаешь, да? Ладно, короче, давай так вот, сейчас в банк заедем, заедем в банк. У тебя же денежку ты взял с собой, кроме этих? Ну, есть. Давай заедем, это, там, ну, баллоник есть, этот, матировка вроде там тоже какая-то есть, если я не ошибаюсь, там под куртками. Потом этот, домкрат херовый, я его попробовал вообще никакой, тот который. А у меня даже и такого нету, я сейчас сам уже собираюсь купить, ну, как этого, бутылочного. Тот вот так чуть-чуть вылез и все, короче. И даже сам по себе не, ну, короче, закинули, что попало или, не знаю, короче. Вот. Надо домкрат, чтобы тебя, ну, взять. В общем так, я его встретил и он хотел взять кучу инструмента, хотел даже сварку взять, там у меня крышу провалило, подварить и так далее. То есть это все он хотел и хотел приехать на машине. Ну, пошли снегопады, потому что я говорю, что вот это все начиналось в начале ноября. Я ему еще тогда советовал, когда мы перезванивались, переписывали, что я говорю, что если ты реально решаешь брать, то давай быстрее. Потому что скоро будет зима, снегопады и, ну, как бы, перегонять его, тем более у него резина там особо далеко не первой свежести, там, можно сказать, лысая, там, ну, остатки какие-то остались, там, летом-то можно как бы ездить, но по гололеду и так далее это не очень, как бы сказать так вот. Я его сам поставил из-за того, что из-за резины, потому что я его только купил, месяца там около двух или полтора проездил, вышел, ну, выпал снег и я поставил его, потому что надо было купить новую резину и тогда можно было дальше ездить. А я поставил его дома, пускай там 3-4 месяца зимой простоит и потом я его и резину куплю и под шаманью, ну, и как-то превратилось так, что, или получилось так, что он стал складом. И я там на газели, потом взял еще большую газель, как-то так получилось. Вот, и, как бы, он там и работал, и отпрашивался, но в итоге приехал 25-го, ну, 25-го мы сделали сделку и он уехал. Вот, и он приехал, получается, не на машине уже, а прилетел на самолете, потому что снегопады и так далее, и машину гнать, потом он хотел машину грузить в газон и как-то это, ну, короче, передумал это все и прилетел на самолете. Когда я его встретил, я его спросил, вы слышали первым делом, что ты взял, он, получается, ничего не взял, вообще ничего. Ну, как бы, я его этот газон скажу так, что, может, скажете, что я его брал, вот как я его брал, так я его отдал. То есть я его брал по низу рынка, отдал по низу рынка, брал то, что было в комплекте, и то в этой же в комплекте я отдал. То есть там не было, ну, домкрат был, но вообще, можно сказать, мертвый, потому что машина до этого была лизинговая, и, наверное, когда лизинг забирал там, или как, когда возвращали машину, ну, домкрат, наверное, пихнули какой-нибудь, ну, иди-то, думаю, зачем, ну, можно было вообще ничего не пихать. Вот. Короче, домкрат не работал, баллонник был, монтировка была, была сумочка с какими-то рожковыми ключами, и все. Поэтому я ему сказал, говорю, что, ну, возьми, там, себе, ты будешь уже пользоваться, нормальный, купи домкрат, тон там на 10-15, и так далее. Ну, короче, он приехал ничем, и без инструмента. А там, говорю, пару рожковых ключей, я даже сам не знаю, какие там мешок стоял, я там не ковырялся, и так он, там, в этом мешке и баллонник, и какие-то, вот. И поехали, короче, в магазин автозапчасти, купили, он купил домкрат нормальный, на 10 тонн, если не ошибаюсь, купил набор ключей себе, там, головки, ключи, там, накидные рожковые, ну, целый такой набор. Ну, как бы для себя купил и забрал. Вот, это, вот это он купил, и потом заехали еще в этот, в продуктовый, он взял продуктов, там еще в этом продуктовом, ну, как лента такой, супермаркет здоровый, там он еще, я ему порекомендовал, говорю, возьми антифриза на всякий случай, потому что, пускай с собой будет канистра. Это, это, он там взял какую-то присоску на, на это, на лобовое для телефона, зарядка вроде была, дворник там такой, я говорю, возьми там 200 рублей дворник стоит, возьми, пускай будет в запасе. Ну, мы его и поменяли сразу, тот он старый взял в запас, и еще что-то, я уже даже не помню. Ну, короче, я, ну, продуктов он еще взял себе в дорогу, вот, и все, и как бы это все собрались, приехали, посмотрели, еще деньги заехали в банк, сняли, приехали, посмотрели, ну, как бы, не знаю, он особо не рассматривал его, потому что, как я понял, потому что я когда покупал, были видео там, я его смотрел со всех сторон и снимал. Ну, и он, наверное, ну, как бы, доверился мне, и уже особо не рассматривал, так посмотрел основное, и все, забрал, в общем, и я его туда начал провожать. Давай, запускаю, включаю зажигание. Родировку сейчас, мы выключили. Вот, свеча накала, видишь? Ага. Она сейчас греет двигатель. Ну, эти, сорянку. Вот, потухла. Выжимай сцепление. Крути. Передачи снимай. Что? Дверье сразу сладый. Так, это мы сейчас, это фильтр, я тебе фильтра все, я от него отдаю, они мне, во-первых, не нужны, а тебе, чтобы не покупать, потому что они дорогие. Это, знаешь, это, знаешь, откуда, да? Это этот, воздушный фильтр. Это, ну, это, как он, осушитель. Осушитель. Осушитель, а вот воздушный, да. Осушитель. И диван раскладывается на себя. Понял, да? И тут еще, еще вот фильтра. Вот еще, видишь? Вот еще, вот, вот. Все их отдают. И приноси все с машины, стоить, что купили. И сразу укладывай. И это. Это мы сейчас сюда, так, подожди, ты все потерял? Вот, вот, болтик. А, все, все. Сейчас я принесу, надо аккумуляторы прикрутить, а то вылетит. Что, не? Давай, да, подтягивай. Там такое же... Креплее, как оно? Потом, если что, можно нарезать резьбу. Болт поменять. Это куда-то в двигатель, если криво пошла, то там... Все, не? Или так оно чуть-чуть идет. Долго крутишь. Тебе ведет. Может, он прокручивается дальше, не пускает его? А ну, по-верх, держится. Да, держится там, по-светлому разберешься. Или, может, болт другой. По-длинею надо будет взять. Просто там одни аккумуляторы, я покупал другие. Они могут ехать чуть-чуть под размером, не знаю, где это. Ага. Может, это... И оно сейчас не сильно становится. Сильнее нажимание, более. Да. Ага. это вроде ровно закручена сама уже куда открыто в открытом доступе стояла она себя нарежет место найдет место и заходят потихоньку вот я гонор и она вышла снизу заработает а теперь крышку Вот так. Вот так. Вот это садовый. Запахнулся. Я думал, что запомнил это. Главное, чтобы сверху вода не капала, крышка есть. На, попробуй резинку. Там крючок тоже должен быть. Сними крышку сначала. Зацати резинку. Есть? А ты не той стороной, подожди, наоборот. Вот этой стороной там цепляешь? Так, ребят, ну что? Последняя поездка. Так. Последний выезд. Вот. Выезд со двора. Во-первых. Во-вторых. Так. Хорошо. Какой-как. Хорошо. 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 Если вы будете загружать, я сделал это. Газон выезжает Проведем до заправки Габарит один не работает Что-то окиселся или что И задний ход не работает На левом Тормоз работает Тормоза работают два А вот сейчас видно Еще не привык Поехал кабан Поехал кабан Ну че, ну как ты? Нормально Езжаешь потихоньку, да? Да, примерно Да, понял уже Давай Да, и туда надо, да, и сюда Это автономка у тебя и бак Туда просто хотя бы разбавить Там половина где-то, ну и Сначала в бак, да, потом Можно в бак и потом автономка Да, а потом обратно в бак Люди, я плачу этого Субтитры сделал DimaTorzok Все, поехал Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, провел я его Я вам скажу сразу, что первый день Это суббой, в пятницу он уехал Это было часов 9 вечера Первый день я вообще какой-то сам не свой ходил Не знаю почему Может быть то, что усталость То, что неделя до этого была тяжелая Плюс еще, как бы, газон, привычка и так далее То есть, ну, второй день воскресенья Уже чуть-чуть начал соображать И даже, можно сказать, был рад Потому что, ну, как бы, машина стоит И без дела, как бы И деньги вложены И, как бы, работать не могу Как склад он зарабатывает Но это контейнер можно купить для этого Я так и сделал То есть, как-то он стоит и вот мусолил Не то, что надо было избавиться от него Потому что он там плохой, не работает или что А то, что просто из-за ненадобности Надо было его продать И вот каждый день ты проезжаешь, смотришь А, блин, газон Когда я, когда я до него доберусь Когда, когда, когда И время два года пролетело Вот И поэтому как-то стало чуть облегчение Что какой-то вопрос закрыт Не то, что избавился Фу, слава богу, перекрестился Что это А просто то, что закрыл свои какие-то вопросы Ну, так вот, как бы Ну, машину тоже все равно какой-то Нельзя жалеть Но было как-то жалковато Потому что я скажу, что Ну, не такая уж конченная машина Она была, как бы, в лизинге На ней, наверное, там Ну, ездили так, ну Не, 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 не как собственник Ну, собственник на своей машине Там, аккуратненько и так далее Отдавали ей жизни И так далее Но не успели ее, наверное, добить Потому что двигатель хорошо заводился Ходовая вроде там не гремела ничего Рулевую колонку Не колонку А перед рулевой колонкой Извините Этот рулевой кардан Вот этот Там чуть разбит Он был разбит Я его так и не заменил Это тоже на видео было Я показывал Ну, а так и это И все, в принципе В общем, завели машину Человек уехал И скажу, что я, как бы, чуть и волновался за него Потому что думаю Ну, машина все-таки Ну, чуть-чуть погоняли ее Это первое Второе То, что она два года стояла Хоть я ее заводил там периодически Но все равно нехорошо Когда машина просто стоит Тоже может быть там что-то рассохло Пересохло Не знаю Это второе И как бы все равно Резина лысая еще Лысоватая Ну, почти на лето еще На сезон один Хватит И больше ее не хватит И сейчас вот метель Зима, гололед И он поехал И как-то было в волнении И я не продал машину Там спихнул И все Выключил телефон И до свидания А как бы я отдал ее В надежде той Что человек будет Во-первых Не будет вспоминать Про меня Какими-то Плохими словами А Чу Не будет вспоминать Меня какими-то словами Плохими А просто Будет это И вот это Чуть-то волнения было И я ему писал Короче Каждый вечер писал То есть он в пятницу Вечером уехал Я в субботу вечером Написал Спросил Как дела И в воскресенье Вечером Спросил Как дела И Сегодня В понедельник Вечер Тоже спросил Как дела И наконец-то Он доехал И я уже Вдохнул Говорю Все Как бы Ты доехал Километраж Там Москва Челябинск Понимаете Правда Он не прямо До Челябинска Доехал Где-то По пути Заехал К своему Тестю И Завтра Они планируют Делать Техосмотр Но я это Прочитаю Я ему писал Он отвечал Не знаю Там Я сейчас Прикреплю Screen Screen Вот Как он Делается Вот Прикреплю Screen И Прочитаю Вот Вдруг Кто Там Не Это Так Ну Я спросил Как дела Как Дорога Добрался Это Сегодня Уже Потому что Вчера Я спрашивал Вообще Просто Как дела Там Все Хорошо Там Как Дорога А сегодня Думаю Ну Третий День Получается Суббот Ну Воскресенье Вечер Суббота Воскресенье Понедельник Думаю Должен По идее Доехать Хотя Он Я видел Что Он Так Тихо Ход И Резина Высая И думаю Там 50-60 Потихоньку Ползет Себе Чтобы Доехать И Все Вот И Я Получается Это Написал Ему Привет Там И так Далее Пишет Он Мне Привет Все Отлично Пока Не Доехал Просто Остановился У тестя В Башкирии Договорились Насчет Техосмотра Завтра Если Все Получится То Это Будет Вообще Отлично И Мне Останется Еще Пятьсотки Мои Ехать Я Понимаю Что Он Через Башкирию Ехал Потому Что Вчера Он Писал Что Он Подъезжает В Набережную Челны И Может Куда То По Дороге Или Куда Чуть В Торму Отъехал И И Как Он Доехал Я Думаю Ну Ладно Пишут Ладно Тогда Добрался В Свои Края Уже Не Буду Беспокоить Удачи Всего Хорошего И Если Что Я На Связи Ну Конечно Такое Не знаю Нехвосто Приятно Конечно Он Пишет Все Нормально С тобой Приятно Иметь Дело Хороший Ты Человек Береги Своё Здоровье Оно Нужно Не Только Тебе Но И Твоим Близким Надеюсь Куда Небудь Получится Приехать Ваши Края Загляну К Тебе В гости И У тебя И Там Исполнили Все Планы И так Дали Ну Вот Я Прикрепил Можете Почитать Ну Как-то Приятно Что Так Вот Люди Отзываются Конечно И Я Реально Отдавал Машину Отдал Машину Отдам В хорошие Руки Не Не Спихнул Не Слил И так Дали А просто Отдал Ну Пускай Ездит Чисто От души Скажу Что Пускай Ездит Пускай Она Ему Служит Хотя Б Я Понятное Дело Что Машина Не Первой Свежести И Не Супер Она Ухоженная Что Будут Какие-то Поломки В любой Машине Ухоженная Не Ухоженная Они Все Будут Но Хотя Б Первое Время Он Поездил Чтобы Заработал Каких-то Денег И У него Были Какие-то Деньги Что-то Отремонтировать И И так Подобное То есть Не так Что Только Купил И Сразу Там Чего-то Попал На Какой-то Ремонт То Есть Этого Не Хотелось Желаю Реально Чтоб Поработал Что-то Заработал А Потом Понятно Что Машину Надо Периодически Что-то Делать Так Как Я Купил Газель Красную Я Снимал Тоже На Канале Есть Ну Три Месяца Поездил Попал На Коробку Такие Мелочевки Смотришь Там То Колесо Пробил То Что-то Сейчас В тормозных Колодках Пищит Надо Посмотреть То Что Я Хотел Поменять Передние Тормозные Там Пару Месяца Назад Разобрал А Они Там Ну Средние Получается Не Новые Не Старые То То Они Такие Толщина Еще Хорошая Но Думаю Что Их Трогать И Собрался Обрат Может Тоже Колодки Подошли То 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 По мелочам Что-то Все равно Там Делаешь Меняешь И все Остальное Вот И Так же Чтоб Он Поездил Какое-то Время Ну Понятное Дело Что Там Надо Будет Что-то Делать Все С этим Мы Закончили И Кому Интересны Конечно Итоги Итоги Скажу Так Я Его И Не Спросил По Поводу Цены И Так Далее Ну Скажу Сразу Что Я Покупал Этот Газон По Самому Самому Низу Рынка То Дешевле Него Ничего Не Продавалось И Так же Ему Продал То Я Когда Он Мне Первый Раз Позвонил Еще Там 3 Ноября Или Какого Я На улице Общался Давай Сейчас Сяду За Компьютер Не Ложу Трубку Посмотрим Есть Я Смотрю С ним И Вижу Газон Продается Самый Дешевый Вот Столько Я Говорю Вот Столько Будет Стоить Самый Дешевый Перестал Все Газоны Их Не Так Уж Много Продается Там Штук 30 Было Или 40 Переставлю Смотри Вот Самая Дешевая Цена Такая Вот За Такую Цену Тебе Отдаю То По Самому Низу Рынка Ну И Он Согласился Как Ну Я Думаю На крайний Случай На крайний Случай За те же Деньги Продаст Вот Что Касается Поводу Газона По Поводу Себя Цифр Своих Я Скажу Так Что Купил Я Его За Миллион 130 За Миллион 130 Тысяч Он У меня Был Ну Там Плюс Минус Вроде В октябре Там Какого-то Числа Я Взял И Читайте 25 Ноября Я Продал Там Год И Один Месяц Пускай Будет Так Купил За Миллион 130 Я За Первые Там Два Или Там Полтора Месяца Первый Отработал Ну Как Бы Не Только На Газоне А В перемешку С Газелью Полтора Два Месяца Отработал Я Посчитал Что Я Заработал Только На Перевозках На Нем 300 Тысяч Рублей Тогда И Плюс Он Работал Как Склад Плюс Я Продал Скажу Честно Дороже Чем Я Его Купил То Что Цены На Все Выросли В итоге Я Так Прикинул На Скидку А Я Еще Потратил Получается За Миллион 130 Его Купил Потом Страховку Один Раз Делал Пропус Делал Это Гладна Ставил Там Он С Глонасом Кстати Ему Забыл Сказать Если Будет Смотреть Ролик Потому Что Обещал Что Будет Смотреть Ролики Там Глонас Стоит Вот Где Руль Выше Руля Там 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 Телефонная Карточка Она Наверное Уже Заблокирована Но Эту Карточку Телефон Можно Вытернуть И Ставить Что Другое Если Нужно Там Вот Ну Все Вот Это Делал Оформление Там Пропус Даже Получилось Что У меня Два Года Был Потому Что Собирался Почему Я его Сделал Потому Что Собирался Все Таки На нем Поехать Поработать И Второй Раз Сделал А Потом Уже Вот Он Недавно Закончился Все Время Что У меня Был Газон Получается Он Был С Пропуском И Он Где-то В Октябре И Когда Он Закончился То Есть Пропуск Второй Раз Проплатили Лишний Раз Получается Первый Я ездил Работал Хотя Б Два Месяца Вот Ну Короче Если Все Вместе Подытожить Где-то Я Потратил Него Миллион Двести А Еще Там Фильтра Купил Масла Купил Но Это В то Время Все Что Я Там На Перевозке На Продаже Чуть На Складе Там И Так Далее Правда То Что Грубо говоря Чистыми Заработал Я Не Считаю То Что Если Б Не Было Например Газона То У Б И Может Быть Этого Направления Не Было То Что Ну Тут Не Дело В То Что Ты Заработал Как На Складе Там 20 Или 40 Перевозки От Этого Другие Ну То Есть Это Как Бы Оно Расширяется То Есть Ну Как Бы Если Бы Не Было Например Газона Не Было Ничего Не То Что Заработка На Склад А Просто Не Было Б Ничего Ну Не Совсем Ничего То Другие Направления Были А Именно Что Касается Именно Этого Направления Его Не Было Поэтому Он Как Дал Больше Ну Так Если Условно Посчитать И так Далее Но Где-то Два С Половиной Получилось То Есть Один И Два Отдал Два С Половиной За Два Года Вернул Сами Судите Хорошо Или Плохо Но Я Не В Что Это Хорошо Но Но Не В Ноль Не В Минус А Почти В Два Раза Даже Больше Чуть Вот Так Ладно На Это Газона Больше Нет И До Сих пор Привычка Все Таки Два Года До Сих пор Привычка Выходишь Во Двор Двож Где Он Заезжаешь Во Двор Как Уехал На Работу Заезжаешь Во Двор Он Сразу Стоял Там Тоже Ну И Так Далее Еще Не Отвык Все Пока Пока Увидимся До Скорого